Эй, йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛИБАТ! Сегодня мы будем играть в School Boy Runway, но на этот раз я пройду все концовки, все 8 консолок в игре с School Boy, используя читы. Вы скажете, да любой дурак так может. А нет, ребята, это так кажется. Чтобы играть с читами, нужно тоже, знаете ли-ли-ли-вы, иметь немножечко навыка и скилла, чтобы это сделать, окей? Ну или нет, я не знаю. Короче, ставьте лайк, если вы уже прошли таким образом игру School Boy на все концовки, используя читы. А если нет, напишите в комментариях, почему, что вас сдерживает, йо-моё. И мы начинаем играть. Так, конечно же, первую концовку, которую мы получим, это просто убежим из дома. По-моему, это самый простой вариант концовки с читами. Да, просто вылететь со стены, перелететь через забор, а потом просто выбрать направление, куда бежать. По сути, любое подойдет. Давайте туда побежим, почему бы и нет. Или к друзьям, давайте к друзьям. Андрюшка все-таки с друзьями хотел потусить, поэтому... Отлично, мы это сделали. Ё-моё, Игорек, здорово, как дела? Первая концовка получена. Единственный только моментик, конечно же. Теперь, если мы будем проходить любую концовку, то игра нам будет писать, что я читер, да? Что, типа, теперь я могу подтонуться перед друзьями, как я сбежал от родителей за считанные секунды. Нет, нет, я ни в коем случае не использовал читы. Ну да, конечно, ага, поверил. Для разнообразия я предлагаю сделать следующий вариант. Давайте попробуем, знаете что, побежать теперь в эту сторону. А почему бы и нет? Мы можем себе это позволить. Давайте влево побежим, да? То есть... А ну, нюхать Бебру, я побежал. Все, до свидания. Почему бы и нет, да? Посмотрим, в какую сторону ещё Андрюшка может убежать. В эту ему больше всего нравится, походу. Смотрите, как он долго бежит, не показывается никакая анимация с концовка. А нет, вот, получили. Седьмая из восьмой. Ну, здорово. За сорок секунд сделали. Давайте ещё раз попробуем. Только в другую сторону. А почему бы и нет? Встаём, нажимаем тыры-пыры в попи-дыры. Оп, давайте сразу отлетим подальше. Может, таким образом зафиксируется, ну, как-то вот этот момент скрипт. А нет, если ты подальше отлетел, то скрипт, наоборот, не сработал. То есть, там где-то скрипт начинается. Рядом с домом. Но когда ты далеко отлетел от дома, скрипт не работает. Офигеть, только что. Мы узнали что-то новое про игру School Boy Run Away. Видите, никогда не поздно. Никогда не знаешь, когда ты узнаешь что-то новое про эту игру. Ну, ладно, давайте вернёмся обратно. Кстати, интересно, а кто здесь живёт? Вика или Игорь? Ну, если бы дом был бы лысый, то, скорее всего, Игорь. Ну, так как он деревянный... О, куда мы побежали? В какую сторону? Снова в ту же самую. Ну, здорово. Так, теперь я предлагаю убежать через крышу. Для этого, по сути, нам всё, что пока что требуется, да, это просто включать Fly и No Clip, да, панели с модами, да. Теперь осталось только разбежаться и прыгнуть. Давай, Андрюшка, кабабанга! Мои ноги, мои ноги! Кстати, а где родители? Они даже за мной не побежали. Ладно, тогда я побегу сам. Интересно, игра засчитает это, как там 4 из 8 или 3 из 8, или по сей день будет писать 7 из 8. Сейчас, да, будет всегда видно писать концовка 7 из 8. Но будем учитывать момент, что это всё-таки была вторая из 8 концовок. Побег через крышу. Давайте играть дальше. Интересно, когда уже выйдет второй акт? Я уже про третий молчу, даже не мечтаю. Хотелось бы второй. Но я, кстати, читал у автора в Телеграм-канале, кстати, вы на мой тоже можете подписаться, ссылка в описании, что он говорит, он один, один человек разрабатывает все эти игры. Вы прикиньте, метели и прочие, там, Джокер Шоу и так далее. Один человек всё делает. И он как раз говорит, что эту игру он делал 9 месяцев, и ждать второй акт смысла особо нет в ближайшее время. То есть, если и выйдет, то примерно столько же времени надо будет подождать. Так что мы ждём, и мы играем дальше. Погнали. Так, теперь следующая концовка, тоже связанная с крышей. Конечно же, включаем Fly и No Clip, потом нажимаем чек-пок, отключаем. Оп, теперь мы на крыше. И что мы делаем? Правильно, бежим по проводам и убегаем от родителей. Эта концовка называется, знаете как, ребята? Правильно, это необычно, или какой-то там новый способ побега. Что-то такое это называется. И вот мы убегаем от родителей. В очередной раз. Сюда. Адрюшка, за сегодняшнее видео ты точно натусился на год вперёд с друзьями. Серьёзно. Потому что так часто мы ещё ни разу не убегали от родителей. А следующая концовка будет моя любимая. Погнали купаться в озеро. Опа, маньячина убежал только что. Так, предлагаю подняться максимально вверх. Максимально вверх. Слушайте, Андрюшка, короче, как супергерой какой-то. Он умеет летать. И знаете, какая у него ещё суперспособность? У этого Андрюшки, правильно, суперпрочное лицо. Потому что сколько раз мама Галя ему давала леща, он ни разу не вырубился. Настоящий супергерой. Думаю, с такого расстояния будет достаточно, да, лететь. Ну, вроде как внизу там тот самый озеро. Полетели вниз. Интересно, как он бомбочкой плюхнется. Кажется, конец Андрюшки. Ой, хорошо, как зашёл. Даже брызгов не было. Если бы это был сейчас конкурс на Олимпиаде по прыжкам в воду, то Андрюшка бы занял первое место. Ну, короче, давайте немножечко посидим под водой. Кто дольше задержит дыхание? Погнали. Андрюшка немножечко захлебнулся. Кстати, заметьте моментик. Я прошёл эту концовку, получил с читом. Но игра засчитала её как за оригинальный моментик, да? Я её прошёл за одну минуту. Если о себе не думаешь, подумал бы хотя бы о родителе, прежде делать что-то такое. Я тоже никого, ни в коем случае не призываю к таким концовкам, ребята. Любите жизни своих родителей, ё-моё, блин. Не надо купаться в озере, если вы особенно не умеете плавать. Следующая концовочка. Какая же она, спросите вы меня? Да, собственно говоря, очень простая. Относительно простая. Короче, в этот раз нам нужно убежать через ворота. Через вот эти автомобильные ворота. И так как мы играем с читами, по сути это одна из самых длинных, да, концовок. В этой игре, ну, если без читов. Ну, или вот это с досками. Я не знаю. Ну, возможно, через ворота подольше. Если закрывать маму в кладовке, папу усыплять, то, по сути, это очень долго. Но у нас-то есть мод-меню, вот это тыры-пыры в попе дыры. И здесь мы можем выбрать сразу нужные предметы. И не искать их как бы, ну, где, правильно, у тебя на бороде. По дому не надо искать. Всё, я выбрал почти все нужные. Вот, по сути, вот, сразу хоп-хоп-хоп. Набрали, набрали. Всё, открываем коморочку. Там мы закроем мамочку. Так, ставим лампочку. Пока всё чики-пуки-бомбони. Давайте и радио тоже где-то заведём. Заведём радио. Где батареечки? Вот они, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пару штучек. Эй, где мои батарейки? Ну, иногда так бывает, когда с читами работаешь, предметы падают через пол. Бывает, ничего страшного. Так, окей, открываем, заряжаем. Всё, батареечки поставили в радио. Ништяк. Нужно ещё усыпить батю. Давайте это мы и сделаем. Вызываем наше снотворное. Пару штук хватит, я думаю, одного. Прикиньте, если два раза насыпать папе снотворное. Кажется, это будет, ну, габела для бати. Так, вот он пьёт сок. Кстати, немножко опоздали. Всё, я ему подсыпал. Он даже этого не заметил. Это супер-сдупер-крупер. Very nice, good. Beautiful, very well. Давайте уберём вот эту штучка-дрючка. Ништяк. Теперь можно идти за паролем папы. Для этого нужно выкурить маму с кухни в любом случае. Хочешь, не хочешь, а какие-то действия приходится делать даже с читами. Потому что эту концовку по-другому не пройдёшь. Папа уже спит, кстати. Это отстой. Кстати, а можно ли папу усыпить два раза за игру? Я не знаю. 393. Это пароль от папиного компа. Можно пройти через стенку, чтобы сохранить немножечко времени. Так. Кстати, давайте сейчас как раз и проверим. Можно папу несколько раз усыпить? Потому что я что-то поспешил и натупил. 93. И сейчас узнаем пароль от кого? Правильно. Вот это ворота от машины. 6344. 6344. Летим уже включать. Писать. Всё, мама возвращается. Мы вовремя всё сделали. Ништяк. Сейчас пойдём узнаем, можно ли папу ещё раз усыпить. Проверим лайфхак заодно. Почему бы и нет? Можем себе позволить. Нет, смотрите. Больше нельзя. Только один раз можно подсыпать. Ну, в принципе, как и со многими предметами в этой игре. То есть, постирать тряпку вы можете только один раз. Ну и так далее. То есть, один раз только можно использовать какие-либо предметы. Бобика тоже нельзя кормить бесконечным мясом. А хотелось бы, конечно. Он любит пожрать. Ладно, тогда что я предлагаю сделать? Правильно. Вызвать маму при помощи радио. Для этого нам нужно сделать так и так. Закроем её. Почему бы и нет? Поиздеваемся над женщиной немножко. Какого света надо делать? Она сейчас скажет стоп. А, нет. Она сказала так. Ладно, ничего страшного. Открываем ворота. И так как мы играем с читами, делаем ноу-клип. Потому что батя очень быстро закрывает всю эту историю. Всё. До свидания. Ох, мама бежит. Мама бежит. Опа. Офигеть, она меня споймала. Сколько можно повторять? Вы этого не видели? Вот так оно должно было выглядеть. Так, всё. Я усыпил опять батю. Это означает только одно. Что самое время вызывать маму в кладовку. Закрываем дверь. Прячемся. Всё. Пока что всё ништяк. Всё very well. Всё very nice. Так, до свидания. Ништячок. Бам. Открываем. Открываем. Слушайте, а я могу её помочь открыть? Давайте проверим. Лайфхак номер 350. Да, действительно, я могу маме помочь. Я могу маме помочь. Вы видели, что я сделал? Да ё-моё, как так работает? Ты что, совсем тупой? Да походу, да, батя, я тупой. Меня мама ещё раз... Ну, зато я лайфхак проверил. Можно ли помочь маме, если ты её закрыл, припёр вот эту дверь шкафчиком? Можно ли его обратно убрать? Оказывается, можно. Таким образом, вы помогаете маме выбраться из кладовки. Но есть шанс, что она сломает вам лицо после этого. Так что лайфхак так себе. А я попробую ещё раз пройти этот... Да, концовка. Пока что у меня так себе получается, если честно. Я тут такой момент вспомнил, что у меня же есть, ну, как бы, мод-меню режим, да? И я могу просто усыпить папу. И прикол в том, что я его усыпил, а он вырубился в итоге в туалете. Вы просто посмотрите на это, что происходит. Как это работает? Он спит в туалете. Поэтому я предлагаю, ну, пройти концовку, да? Мама там поливает цветы. Я открою ворота. Я открою ворота. Мама поливает цветы. Она бежит там вот это... Сейчас вот это закрывает ворота, как воротарь, да? Как воротарь. А батя... А батя в этот момент... Так как так? Ну, блин! Боже мой, это... Давай вперёд из песни, да чтобы пол блестел. Хорошо, мама, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не умею играть. Даже с читами умудряюсь проигрывать. Как тебе такая песня? Это моя новая песня про хулибам, неудачник. Смотри на него. Ну да, согласен. Кринжа полная. Я с читами уже четвёртый раз проигрываю маме Гали. Это как называется? Я не могу понять, ребят. Это бред какой-то вонючий. Просто... Молодец. Спасибо, мама. Я ещё зайду проверить. Она с вам, мама. Молодцы! Окей. Я знаете, что зато придумал? Сейчас проверим кое-какой лайфхак, связанный как раз таки с папой Геной и тем моментом, что если его в туалете усыпить, то это, наверное, очень смешно получится. Давайте это попробуем провернуть. Смотрите, я беру папу и отправляю его сходить в туалет. Это, да, включай. Вот. И он идёт в туалет. Теперь ждём. И когда он уже начнёт делать свои пипикаки-пуки в туалете, мы воспользуемся вот этой панелью и заставим его спать. И посмотрим, как это будет выглядеть. Давай, папе Гене. Папе Гене, идите пипищите. Пипикаки-пипи. Так, подходим поближе, чтобы разглядеть, ну, не его пипи, а его вот это, как он будет спать. Спать. А чё не работает? А в этот раз не работает. Спать. Включить... А, во. Что такое? Ой, боже, это супер смешно. Просто посмотрите, что происходит, ребят. Просто посмотрите на это. Ать. Куда пропал стиральный порошок? Ты не видел, блин? Слушай, офигеть. Офигеть. Ладно, самое время включить ворота и свалить нафиг из этого дома. Мне всё уже надоело, это всё. Вот эти приколы ваши. Да-да-да, до свидания, всё. Мне надоело, я наконец-то это сделал, я убежал. До свидания, пока! Да, вот это, конечно, лайфхак прикол с батей получился знатный. Кто бы мог подумать, что даже в этом видео я найду какой-то приколдесс. По-моему, забавно. Через ворота мы убежали. Но что, если я вам скажу, что в этой игре можно придавить воротами своих родителей? Да, конечно же, вы это всё знаете и без меня. И прямо сейчас я попробую это сделать. В прошлый раз, когда я пытался пройти и получить эти концовки, я потратил на это всё примерно год своей жизни. Получится ли у меня в этот раз сделать это всё с первого раза? Это вряд ли. Но стоит попробовать. Поехали. Для концовки с отцом, чтобы придавить отца, а мы попробуем именно отца придавить воротами, нам понадобится, что? Правильно. Нам понадобится вызвать клота. Это тоже своего рода чит, кстати, по сути, код спаун. Потому что, когда мама видит клота, она его пугается и, по сути, в этот момент ничего не делает. Перестаёт что-либо делать. Кстати, вон там вот сидит в этой ванной комнате и прячется, и боится, и кричит. О, боже. Только не Клот. Что это за монстр? Ты сничь. Ты слит. Кстати, а где он? Что-то его не видно. Кстати, я никогда не наблюдал за тем, как он кошмарит... О, бежит этот придурочный. Короче, я никогда не наблюдал за тем, как Клот кошмарит моих друзей. Но я почему-то и Клотани... А, вот он. Всё, вижу. Здравствуйте, мистер Клот. Бежите, бегите за мною. Мистер Клот, вы идиот? Вы не туда идёте. Куки-пуки-куки. А что он не идёт за мной? О, всё. Кажется, он меня наконец-то заметил, увидел. А, мама. Сейчас мы его отведём к друзьям, да? Клот. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Кс-кс-кс. Косик. Иди-ка за мной. Идём. Вон, я тебя отведу к друзьям, потому что я настоящий друг. Я привёл им своего питомца. Смотрите, им не нравится мой питомец. Вик, ты чего? Классная собака. Не нравится ей. Ну ладно, странно. А, Игорь. А ты всё ещё высы. Ладно, я чё-то жёстко отвлёкся. Нам всё-таки вот сюда. Вот сюда нам. Мистер Клот, я тут. Мистер Клот. Давайте позвоним маме. Мам, выходи. Тут... Тут мистер Клот. Идёт, идёт. Ну да. О, подожди, как ты меня хабаешь? Я же, блин, я же с читом. Как он меня съел? Я был с читами, а он меня сожрал. Как это работает? Подожди, я что-то не понял. Юмора не понял, блин. Ладно, тем временем я придумал новый лайфхак. Вы же знаете, что когда, например, вы вызываете Клотаю, он вас ест, то потом после этого появляется Андрюшка с клубой, как на заставке в игре. И начинает говорить свои фирменные фразы, типа Йоу, скр, 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 в чёрных найках. Так вот, а что если призвать сюда папу, да? То есть нажать папа и нажать кнопку преследовать игрока. Всё, вот он нас идёт искать, да? Йоу, пап, я тут. Па, я тут. Я тут, пап. Преследовать игрока. Вот, смотрите, батя бежит прямо за Андрюшкой. Давай-давай, батёк, давай. Давай-давай. Жопа есть, сама давай. Но он что-то дальше не бежит. А не, вот, бежит. Я хочу, чтобы он встретился со своим настоящим сыном. И осталось ещё чуть-чуть. Осталось ещё чуть-чуть. Батя, давай. Интересно, что он? Скажет какой-то диалог по типу, Андрюшка, столько лет тебя не видел, настоящий сын. А не вот этот чувак, который играет за тебя. Есть, смотрите, у нас получилось. Мы воссоединили семью. Но он почему-то ничего не говорит. Он не признаёт его за Андрюшку. А маму? Давайте выберем маму. Так, я как понимаю, мама уже сильно испугалась и находится в ванной комнате. Нет, а где она тогда? Ладно, давайте тогда нажмём, чтобы мама пошла на разборки с моими друзьями. И тем самым испугалась дикого клота. А папа пусть пока пойдёт, не знаю, поспит что ли. Он любит спать. Включить выбранное действие для папы. Тем временем мы возьмём что? Правильно. Мы возьмём всё необходимое. Вот это. Вот это. И вот это нам понадобится. Вот это я уже взял. И вот это. А, вот это зарядка, да. Вот. Мы возьмём сейчас всё самое необходимое для того, чтобы получить, пройти вот эту концовку, где мы прижмём батю. Но это не точно. Где мама? Она в натуре пошла на разборку? Подожди, она перестала бояться клота? Не может быть. Что за глупости? Давайте тогда возьмём маму, чтобы она на меня побежала, да? Чтобы она преследовала Андрюшку. Вот, она теперь меня преследует. Давай-давай, преследуй дальше. Я хочу, чтобы ты тоже встретилась со своим сыном в Андрюшке. Да я стою, стою. Смотрите, она перестала бояться клота. Какого фига? Я такое первый раз вижу. Обычно она, когда видит клота, она его очень сильно боится. А в этот раз ей вообще пофигу. И подожди, папа там что делает? Как это? Это мой любимый завтра. Андрюшка, подожди, блин. Там мама твоя добежала до тебя. Стоять! Ага! Она кричит Андрюшке, ага! Смотрите, что она делает. Она быкует на Андрюшку. Андрюшка, как ты живёшь с этими родителями? Жесть, смотри, она его ведёт домой. Что происходит, блин? Смотри, я на тебя иду. Может, ты уже зайдёшь в телеграм-канал разработчик? Может, ты зайду, Андрюшка? Ну, у вас тут какой-то, блин, замес с мамкой. Не хочу вам мешать. Прикол. Вот это я вообще такого не видел, блин. А где Клот? Почему она не боится Клота? Это очень странно. Хочу я вам сказать. Йоу. Ого. Ничего себе. Йоу, блин, я в голове... А, боже мой! Ё-моё, женщина, отойдите. Я был только что в голове у мамы Галли. Короче, мама Галли вообще сломалась полностью. Смотрите, я нажимаю полить цветы. Она не идёт поливать. Это странно. А что она может? Проверить игрока. Так, проверить игрока она пошла. Давайте лучше... Так, она не хочет поливать цветы. А пойти на разборки она хочет? А на разборки она хочет идти. Это какая-то странная мама Галля. Ну, сейчас-то она увидит Клота. Неужели она не испугается? Да ну нафиг. Смотрите, ей реально пофиг на Клота. Он за ней бежит, а ей наплевать. И в итоге она разбирается не с друзьями, а с вот этим мячиком. Кроме вас тут никого нет. Здесь вообще никого нет, блин. Короче, я сломал маму Галлю, ребята. Это даже круче, чем придавить батю воротами. Ставьте лайк, кому понравились такие лайфхаки, приколы и проверки. Но я всё-таки попробую сделать то, что я обещал. О, мама сразу побежала прятаться за шторкой в ванной комнате. По-моему, это здорово. Тогда у нас есть все шансы получить ту самую заветную концовку с прижатием папы воротами. Но, если честно, я немножечко сомневаюсь, что у меня получится. Она реально сложная. 938. Так, смотрите, я пролечу на флай. Нажму на Enter, да. Батя выбежит. Потом я отключу этот флай. И попробую рассчитать вот этот момент. Короче, погнали. Одним словом погнали. Сейчас всё поймёте. Вот, встаём сюда. Сейчас батя будет отключать. И, по сути, я должен вроде как успеть. Главное, чтобы кот меня не съел. Вот, батя бежит. Батя всё ещё бежит. И... Попался! Ммм... Ну, его прижало воротами. Будем считать, что получилось. Ну, вы видели, его прижало воротами. Я же не буду врать, ребят. Там его прижало воротами. Соответственно, концовка засчитана. Что говорите? Равно пройти. Чё смотришь? Беги! Да понял я. Ладно, я попробую ещё раз. У нас есть, в принципе, ещё две попытки. Поэтому попробуем всё это сделать. Мама нам уже точно мешать не будет. Поэтому... Так, вроде мама сейчас должна быть забагованная. Да, то есть, видите, она после первого раза, когда Клод, ну, вот это прыгает ей на лицо, она больше не двигается. Поэтому можно сразу пытаться пройти, получить эту концовку ещё раз. Открываем ворота. Батя бежит. Я делаю вот так вот. Ну, клип, ну, флай, бла-бла-бла. И ждём, пока папа выйдет. И я буду с ним убегать. Вон туда. Вот он бежит. Он бежит. Я тоже бегу. И что-то всё не получать. Здорово. Превосходно. Бать, ты молодец. Ты спортсмен. Быстро проскочил. Молодец. В итоге... Ну, я считаю, что я его тогда придавил. Окей, ребят, напишите в комментариях. Ладно, если я не прав. Ну, а шо? Вот я его придавил тогда. Вот там было видно, что ему, ну, руки режет воротами. Так что, погнали получать последнюю концовку. А следующая концовка, по сути, это самая простая концовка в игре. Всё, что вам нужно сделать, это чтобы папа вас набил ремнём по жопе. И для этого вам нужно три раза попасться родителям. Но что если через команду модификации наказать игрока, да? То есть я вот, например, хочу, чтобы мама наказала меня подметать пол. Да? Давайте. Подметать двор. Поехали. Включаем действие. Засчитается ли это за первое наказание? И если я выберу ещё два таких вручным способом через мод меню, то и забьёт ли меня батя ремнём по жопе? Вот в чём вопрос. Вот сейчас мы это как раз-таки и узнаем. Ребятушечки, ребята, сейчас узнаем. Вот первое наказание, вот прямо сейчас мы и проходим. Я, короче, вам сразу, ну, перемотаю эти моменты, потому что это очень весёлый и интересный геймплей. Вряд ли вы хотите на это всё смотреть. То, как я подметаю, или то, как я мою туалеты и так далее. Давай вперёд из песни, да чтобы пол блестел. Хорошо, мам, слушай песню. Знают взрослые и дети, я люблю мыть пол на свете. Вот я мою пол сейчас, мама снова орёт на нас. Сказали же учить уроки, а он? А я шо? А я играю с читами в эту игру. Знаю, делаю такое себе неприятное. Так, ребята, я прямо сейчас перемотаю вот этот момент, то, как меня наказали, потому что, ну, наверное, вам неинтересно на такое смотреть. Хорошо, мам. Итак, давайте тогда выберем последнее наказание от мамы, а именно мыть туалет. Но вопрос, после того, как мама меня накажет, накажет ли меня батя? Я не знаю. Ну, наверное, нет. Да? Вот я сейчас вот это всё делал, да? И такое ощущение, вот я понял, что, ну, скорее всего, я сейчас буду просто мыть унитаз. И меня батя не накажет. А если нечем мыть в пол, значит... Фу! Ой, блин, я не хотел! Прости, пожалуйста, дорогая! Прости, пожалуйста! Ё-моё! Разве тебе не ясно было сказано? Ты... Ну, короче, я прошёл игру. Вот, я даже получил ту самую концовку. Вроде как я выполнил все задания, все концовки получил за одно видео, используя читы. Я думал, это видео будет идти 20 минут, а что-то я как-то, ну, это... Может, оно и 20 минут, но вот сейчас я 44 минуты сижу и играю в эту игру. С ума можно сойти, да? То есть, казалось бы, читы должны всё упростить, а нет, если ты тупишь, то читы с этим как-то тебе и не помогут. Поэтому, ребят, совет, не тупите. Ну и да, ставьте лайк этому видосу. Почему бы и нет? Кстати, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там мы с вами общаемся, прикалываемся. Ну, всё как лучшие друзья, так сказать. Поэтому залетайте, почему бы и нет. А так, что хочу сказать? Да, возможно, кто-то напишет в комментариях, что, чувак, ну ты не получил концовку, ты не придавил батю воротами. Да, я знаю. И что? Ну, вот так вот получилось. Ну, это сложно. Я не могу. Это очень сложно. Я прошлый раз на это потратил где-то, ну, 3 дня. Поэтому, может быть, в следующий раз. Извиняюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!